Готовы? Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Я Довганенко Наталья Анатольевна, мама и бабушка Ани и Владынов. Я хотела сказать, что сегодня собрались, чтобы внести ясность по поводу нашей семьи, что мы не аферисты. Потому что, когда такая ситуация была тяжелая у Оксаны Макар и у Саши Паковой, то наша семья помогла этим семьям. И насчет Оксаны Макар нам тоже было неприятно, когда узнали, что там такое. И я хочу сказать, чтобы те люди, которые нам помогают, огромная благодарность им. Огромная. Спасибо. А чтобы они не думали, что мы тратим на что-то другое. Деньги эти есть. Ну мы тратим понемногу, конечно. Но деньги эти есть, и они только на девочек пойдут. Вот. У Влады тяжелая кома. Ой, извините, до сих пор тяжелая кома. Анечка, как тряпичная гукла. Она ничего не понимает. Не узнает. Кушается шприца, жиденькая только. И тоже не знаю, сколько это продлится. Тоже покупается ей лекарство. И, ну я не знаю, что еще сказать. Спасибо всем огромное за помощь. И психологическую, материальную, моральную. И деньги только на девочку будут потрачены. И уже заплачено за боргованность в аптеке, в БСМП. И еще, уже заплачено еще вчера. И позавчера. А вот. И, что я хотела сказать еще. Мы не знаем, чем закончится это все. Сколько нам денег еще нужно будет. Потому что очень будет тяжелая реабилитация. Дай Бог, чтобы облада вышла из комы. И Анюта, чтобы лучше стало. На все. Водитель оказывает? Водитель, да. Он наказал одноразовую помощь. 10 тысяч гривен. Под расписку я получила. Ну и он что-то оплачивал. Он приходил в аптеку. Спасибо ему, конечно. Мы же не знали. Больница нам, БСМП, сказали, что больница все оплачивает. Что не нужна от нас такая помощь. А оказалось, что они собирали списки. Ну никто нам это не говорил. Боже мой, мы бы оплачивали с самого начала. Как и оплачивали с самого начала. С первого дня, с 30-го числа вечера. Ну, он пытался с нами поговорить, но это было вечером. Я шла в таком состоянии с зятем после Влады. И я не могла с ним говорить. Я сказала, что у меня нет сил разговаривать с ним. Ну и больше он ко мне не прощался, чтобы поговорить. Просил прощения. Я говорю, когда девочки встанут на ноги, только тогда я вас прощу. Что я могла ему сказать еще? Суд решит, конечно, какое ему наказание. Его тоже по-человечески жаль, что он летел в это. Ну, а что теперь делать? А у меня двое детей в таком состоянии. Извините, а городская власть помогла? Да, 35 тысяч выделено. Мне пришла вчера смс-ка, но я еще не была в банке. Ну, в принципе, то пусть бы... Ну, в общем, нужно пойти это документально, чтобы там мой подносить. Помогла. Спасибо тоже большое. Спасибо большое. Я благодарна очень коллективу 10-й школы, средней, там, где мой внук учится, в 4-м классе. Детскому садику в 67-м, где Анечка, куда Анечка ходила. Коллективу Центральной библиотечной системы для взрослых нашего города. И коллективу магазина «Артландия». Это вот... Ну, и всем родственникам, соседям, знакомым, незнакомым, друзьям. Огромная благодарность. Спасибо большое. Ну, что врачи говорят? Так надеживая? Да ничего такого они не говорят. Прогнозы? Прогнозов никаких. Никаких. Ну, дай вам здоровья. Спасибо. Спасибо.